Книга «Открытым оком». Тема «Будущее мира и грядущий суд». Вопрос 283. «Будет ли снисхождение на суде от Бога людям, имеющим физические недостатки, слепоту, глухоту и прочее?» Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Конечно. Бог, как судья праведный, учитывает все – пол, возраст, ценз, статус, здоровье. Есть такое выражение – Бог смотрит не на то, что ты подал, а на то, что у тебя осталось после того, как ты подал. Лука, 21 глава, с 1 по 4 стих. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары своей сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда все лепты, и сказал. «Истинно, говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Иной, без ноги, уже находясь почти в катафалке, орлиным взором охватывает весь мир и облетает его. Дух возвышается над плотью. Какой дат талант и здоровье, только не здоровь его, приумножь. Иногда в школе учителя замечают, как один ребенок напрягается, старается с трудом, поспевает, а иной и в книгу не заглядывает, отбарабанит на пятерку. Навык трудиться дороже таланта. Почти наверняка первый невыдающийся разум с годицем на многое, благодаря своей усидчивости. А второй, как правило, к третьему классу засыхает и остается звание Вундеркинд Полене. Есть слепо-глухонемые, и они в укор, сказано будет некоторым из нас, окончили школу, потом аспирантуру, и теперь такая, скоро богатого, профессор. Неужели уже сегодня нам не ясно, что такой человек есть судья над всем, когда мы имеем глаза, уши, и так мелко и глупо во всем разбираемся и стоим на месте? Известно, что человек едва ли использует 3% от того арсенала, которым бог снабжает каждого человека, приходящего в мир. А остальные 97% так и остаются неиспользованными, невостребованными и зарытыми. Наш отец Тихон вернулся с фронта без руки. Он мог бы возле церкви сидеть с протянутой рукой, но он родил и воспитал нас, 10 детей, и всех еще учил, не имея с матерью даже полкласса образования на двоих. Я говорил уже про полностью слепого дядю Гошу, чего он добился своим трудом, какие огромные у него знания. Думать нужно не о льготах от бога на суде для таких людей, а о том, как мы ответим перед судьей, когда нужно будет показать труд и пот во всем, что нам было верено.